Всем привет! Давно мечтали о собственном доме за границей? Сегодня такое вполне реально и всего за несколько тысяч рублей с молотка на аукционе. Ерунда, скажите вы. А нет, так как с марта 2023 года в Белоруссии работает единый реестр пустующих домов. В России такого еще нет и скорее всего не будет слишком огромной территории. К примеру, у нас в Псковской области достаточно пустующих домов и заброшенных деревень. Особенно вдали от сельпой магазинов. Такова реальность. Жизнь меняется, обрастая нужными и порой обременяющими удобствами. Но многие все равно выбирают городскую жизнь и уезжают за теми самыми удобствами современной жизни. Сегодня я расскажу также, какие подводные камни российского законодательства могут возникнуть на горизонте, если вы решили заселиться в пустующий дом российской деревни. Но об этом позже. В Белоруссии этот момент усовершенствовали и законодательно защитили нового собственника, в том числе и из России. С приобретением дома в Белоруссии вы можете получить не только собственность, но и получить ВНЖ, если будете проживать в купленном на аукционе доме больше трех месяцев в году. Плюс вы получаете экологически чистый воздух, так как в Белоруссии немного промышленных производств. Под боком леса, водоемы, малые города и мегаполисы. Все зависит от ваших желаний. Варианты приобретения доступных домов имеются. Остается только принять решение. Можно рассмотреть и Витебскую область, которая в соседской доступности от Псковской и Смоленской областей. А вот Гродненскую область и Гомельскую я бы не стал сегодня рассматривать. И позвольте, я более подробно расскажу о данной услуге аукциона и о плюсах и минусах такого приобретения. Изначально в едином реестре заброшек Белоруссии числилось несколько тысяч домов из зданий Сельпо. Сегодня эта цифра уже значительно выше. Вы можете сами зайти на сайт реестра и оценить возможности, но сначала досмотрите это видео до конца, чтобы узнать преимущества такой покупки, в том числе гражданинам России. Понятно, что в той же Псковской и Смоленской областях России хватает таких пустующих домов и по привлекательной цене. Но в Белоруссии вы сможете купить намного дешевле и еще смело говорить друзьям, что вы владеете недвижимостью за границей. Что же представляет собой сайт единого реестра Белоруссии? В нем собраны данные о годе постройки, состоянии здания, из чего оно сделано, а также о земельном участке. Не стоит сразу обольщаться. В целом речь идет о пустующих домах в сельской местности, а также райцентрах, построенных до 8 мая 2003 года. Поэтому многие дома могут быть аварийными или вовсе разрушенными, а прилегающий к нему участок заросшим сорняком и неухоженным. Про владение земельным участком иностранным гражданином в Белоруссии я расскажу чуть позже. Вернемся же к реестру. Кстати, с предложениями можно ознакомиться бесплатно на сайте, который вы можете найти под описанием к этому видео. Все предложения и условия участия размещаются на сайте Госком имущества Белоруссии. Начальная цена устанавливается организацией по госрегистрации и может быть равна базовой величине. Базовая величина в РБ, то есть в Республике Беларусь, это как мрот в Российской Федерации. Базовая величина на 2024 год равна 37 белорусским рублям. Соответственно, вы можете купить пустующий дом за 37 белорусских рублей с аукциона, то есть за 1050 рублей. В дополнение к пустующему дому местные органы могут предоставить земельный участок, на котором он расположен. В числе бонусов и рассрочка платежа сроком до 3 лет без индексации. Где еще можно найти такие бонусы? Несомненно, возникает первый вопрос перед совершением сделки. А что, если вдруг объявится собственник заброшки или его наследники? Тем более, это за границей, и вы всего лишь иностранец тут. Наверное, каждый испытывал такое чувство, когда он оказывался в другой стране, где он не мог разговаривать на местном языке. Такая ситуация, конечно, предусматривается законодательством Белоруссии с тем, чтобы интересы нового владельца дома не были задеты. В крайнем случае, старый собственник заброшки сможет требовать от местных властей лишь возврата, вырученных от продажи имущества денег. Хорошо, что за бугром, то есть в Республике Беларусь, русский язык понимают и у вас не возникнет языковых недопониманий. Это сразу отнесем к плюсам. При покупке недвижимости в Болгарии или Венгрии такого бонуса уже не будет. И, конечно, ВНЖ в этих странах бывшего Восточного блока дают при покупке только люксовой и дорогой недвижимости, для которой определены минимальные финансовые рамки. При покупке пустующего дома в Республике Беларусь не стоит забывать и о налагаемых при покупке пустующего дома обязательствах. Дом необходимо восстановить для проживания. Достаточно сделать косметический ремонт, если каркас дома и его стены еще крепкие и не сгнившие. В противном случае новому владельцу придется самостоятельно убрать ветхое строение, оплатить его снос и построить новое сооружение. Другое из условий – это привести жилой дом в порядок в течение года с момента приобретения. Этот срок при наличии уважительных причин может быть продлен. В противном случае нужно будет возместить государству понесенные затраты. В ряде случаев понадобится за свой счет проводить оформление земельного участка, других правоустанавливающих документов, подключать свет, оградить участок и так далее. Но все это сущая мелочь по сравнению с удовольствием, которое может принести жизнь в живописном уголке белорусской глубинки, вдали от городской суеты. Как мне известно, в итальянских деревнях продаются заброшки за 1 евро, но условия к восстановлению дома намного жестче, чем в Республике Беларусь. Вам придется вложить в ремонт минимальную сумму, исчисляемую десятками тысяч евро. И, конечно, деревни в Италии похожи больше на маленькие города, чем на уединенные места на природе. Климат, конечно, разный, но в итоге итальянская заброшка выйдет вам в кругленькую сумму. Снова возвращаемся в реалии белорусского аукциона. Граждане России, купивший в Республике Беларусь дом с земельным участком, становится владельцем дома, который и становится вашей частной собственностью. А вот с земельным участком немного сложнее, так как вы иностранец. Земельный участок будет принадлежать вам на праве аренды на срок 99 лет. Поскольку земельные участки в Беларуси на праве частной собственности могут принадлежать только гражданам Беларуси. Все-таки примите во внимание территориальные размеры Республики Беларусь и отнеситесь к этому с пониманием. Какая-нибудь никчемная Голландия сдает в аренду землю на кладбищах, если за нее не платят после 20 лет. То есть продают следующему желающему. Вот так все строго, когда мало земли и перенаселение. Так что делайте выводы сами. Минус ли это при покупке недвижимости в Республике Беларусь? При покупке такой недвижимости, конечно, возникает вопрос, для чего нужен такой дом и участок. Если вы серьезно задумались заняться сельским хозяйством, то лучшего варианта не найдется. Если вы хотите ездить в личную усадьбу на выходные или праздники, то стоит принять во внимание расстояние от вашего постоянного места проживания и расходы на дорогу. Если вы хотите работать удаленно и жить в эко-районе, то более лучшего варианта, пожалуй, не найти. Тем более, если вы из северных районов России. Но в Российской Федерации хватает и своих пустующих домов, как я сказал, которым нужны свои хозяева. Давайте сравним, как выглядит обстановка с приобретением пустующего дома в Российской Федерации. В России единого перечня бесхозяйных домов и земельных участков не существует. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, бесхозяйной считается вещь, у которой нет собственника. Он неизвестен, либо от которой собственник отказался. Природа возникновения бесхозных домов разная. Например, умер собственник, а наследники отказались от имущества, не вступили в права собственности в нужный срок или у собственника не было наследников. Что делать, если вам приглянулась заброшка? Есть несколько законных способов стать владельцем заброшенного дома. Например, найти собственника и выкупить недвижимость, приобрести заброшку на торгах у муниципалитета или владеть открыто заброшенным домом 15 лет и стать впоследствии его законным владельцем. Про вариант найти собственника все понятно. Что касается аукциона, то по закону заброшенные дома и участки переходят в собственность органов власти, ими выставляются на аукцион. Чтобы приобрести их, нужно выиграть этот аукцион. В принципе, вся та же схема, как и в Республике Беларусь, только нет базы домов в интернете, а объехать все полупустующие деревни представляется нереальным делом. Плюс, конечно, стоит принять во внимание то, что в России дома, конечно, продаются не за базовую ставку, то есть не за мрот. Что значит открыто владеть заброшенным домом? В статье 234 Гражданского кодекса РФ прописано такое понятие, как приобретательная давность. Согласно данной статье, гражданин может занять бесхозный дом и открыто в нем проживать. Если за 15 лет не объявляются законные претенденты на право собственности, то для нового владельца появляется возможность стать формальным собственником этой недвижимости. Решение по этому вопросу выносит суд. Но стоит учитывать, что в общей сложности до обращения в суд должно пройти не менее 18 лет отсутствия законных претендентов. К 15-летнему сроку необходимо прибавлять трехлетний срок исковой давности. Конечно, может возникнуть ситуация, когда человек, оформив бесхозяйку в собственности, зарегистрировал на нее право, но неожиданно объявился предыдущий владелец. Что делать? Бывший хозяин хочет оспорить право нового владельца. Что делать? Данный вопрос придется решать только через суд. То же самое касается проживания в бесхозном доме в течение 15 лет. В любой момент может появиться собственник дома и потребовать покинуть его. В данном случае правосудие окажется на его стороне. Вывод очевиден. Оформление в собственность бесхозных домов – процедура длительная, непростая и не всегда со счастливым концом. Таким образом, заброшенный дом должен быть выставлен на торги, как и в Республике Беларусь, местным муниципалитетам. Таким образом, ясно, с кого спрашивать, если вдруг объявится пропащий хозяин. Но, как вы понимаете, цена в Российской Федерации будет намного выше, чем в Республике Беларусь. Выбирайте сами или дешевый дом в РБ за пару тысяч рублей, или бесплатный заброшенный дом в Российской Федерации, хозяин которого может объявиться в любой момент. Подводя итоги, хотелось бы отметить двухэтажный кирпичный дом в коттеджем поселке Подминском. Но его выставили не за базовую цену, плюс доделка займет много денег и времени. Вариант интересный, но, пожалуй, отложу. Могу добавить, что продолжаю подумывать о приобретении недвижимости за границей, поэтому продолжаю отслеживать варианты. По моим представлениям, либо это дом недалеко от Псковской области, окруженный полями и лесами, для наслаждения природой. Либо это кирпичный дом для работы и постоянного проживания в городской доступности. Если вам было полезно данное видео, то ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok